Здравствуйте, дорогие зрители канала Форнаксфим. Мы приехали в город Воронеж специально за тем, чтобы выяснить, чем же отличается режим подового горения, будь то отопительные печи или печи для бани, от классического колосникового. Если вы понимаете, откуда растут ноги, обязательно напишите нам в комментариях. Но мы приехали в компанию Прометал к Андрею Кузовкину в гости. И на примере печи Маэстро мы сегодня и поймем, в чем отличие, как управлять подовым горением и зачем оно в принципе нужно. Да? Да. Самый простой, ну, наверное, способ понять, что такое колосниковое горение, что такое подовое горение, на примере спички. Мы берем спичку, поджигаем, держим огоньком вверх. Засекаем время, за сколько огонек опустится до наших ногтей и начнет уже поджигать. И берем спичку, поджигаем и переворачиваем ее огоньком вниз. И огонь будет распространяться по всей спичке. Собственно, и засекаем время. Вот как раз-таки это основное отличие подового горения от колосникового горения. То есть, если на примере нашей печи мы заполняем топку полностью дровами, не как привыкли. То есть, на низ щепки с какой-нибудь бумажкой, либо с берестой, и вверх уже достаточно крупные дрова. Когда горит весь объем топки, да? Да. То есть, мы поджигаем снизу, огонь будет распространяться вверх, захватывая полностью все дрова, и потом уже идет в трубу. Возникает вопрос, насколько эффективно сгорают дрова, сколько они будут гореть, скажем так. И насколько сильно будет разогреваться вот участок дымохода, в который улетают дымовые газы и не сгоревшие остатки топлива. И второй вариант, собственно, как сказал Евгений, подовое горение. То есть, на низ мы достаточно плотно укладываем дрова. Причем, внизу самые крупные. Под верх мы оставляем небольшой участок, в котором помещаем щепки. И разжигаем, как раз таки распространение огня начинает сверхотопки. То есть, вот примерно вот с этой области. Колосниковое горение, нам очень важен приток нижнего воздуха. То есть, вот в колосниковую зону, вот в эту, через нижнюю заслонку. При разжиге верхним горением распространение огня будет сверху. И нужен приток воздуха при открытии верхнего дефлектора, а нижний дефлектор будет закрыт. При верхнем горении, то есть, на примере отопления, такая печь при правильно выставленных режимах может работать до 8 часов. Спокойно, я сам от этого добивался. То есть, это экономно. С одной закладки дров печь горит 8 часов, продолжая нагревать ваше помещение. Это, ну, я считаю это пожаробезопасно, потому что не идет перегрева дымохода. Это достаточно эффективно, потому что мы с одной закладки добиваемся работы печи фактически, ну, весь рабочий день, 8 часов. То есть, если это дача, вы загрузили там в 11 часов, и до 5 плюс-минус часов она у вас будет гореть. Условно говоря, печь в таких режимах, она будет работать гораздо дольше. Можно ли сказать о том, что работая в режиме подового горения, печь ближе к своим номинальным значениям по мощности? Очень хороший пример, люблю эту аналогию на автомобилях. То есть, это то же самое, сколько будет употреблять бензинный автомобиль при езде 200 км в час. Очень много. Он может это делать. Эта печь тоже может работать в режиме истопника. То есть, мы полностью открываем, она дает невероятное количество тепла, но это пагубно для дымохода, для конструкции, для корпуса печи и расход дров. Можно. Но зачем? Скажем так, что вам это дает, вот режим подового горения? Когда вы только приехали условно на дачу, нужно быстро растопить и быстро получить тепло. Мы получаем некоторое количество теплоты, и потом можем заглушить ее, переведя вот в тот режим, который нам нужно. То есть, по сути дела, огонь может переместиться наверх при открытии вот этого верхнего шибера, потому что снизу ему питаться воздухом неоткуда. Либо мы приехали на дачу, затопили ее верхним горением, выставили на режим, пошли там, убрали там снег, еще что-то, там замочили шашлык, сделали какую-то часть, и через три часа печь медленно выйдет на режим, и вам не нужно туда ни приходить, ни подбрасывать, ни, по сути дела, ничего делать. Верхний и нижний шибер дает возможность получать и такое горение, и такое горение. Есть приверженцы одного, есть приверженцы другого. Делать печь только с подовым горением, ну, наверное, не всегда удобно, потому что подовое горение, оно очень требовательно к сухости древесины. Если дрова сырые, оно очень плохо горит. А колосниковое горение, оно очень прожорливое и плохо управляется. Только шибером, по сути дела, и заслонкой. Если можно и так, и так, то это всегда плюс. Когда надо подольше, экономно, когда нужно поинтенсивнее, то это колосниковое стандартное горение. В каких печах производства про металл можно использовать режим подового горения? Вся линейка печей, это бахтинка, самая маленькая печь, это бахта, это печка Мин Маэстро, можно использовать и такое горение, и такое горение. То есть все необходимые элементы для подачи воздуха есть? Верхний дефлектор, нижний дефлектор, естественно, присутствует. Колосниковая решетка тоже есть, зольный ящик, по сути дела, тоже есть. Что еще нужно для нижнего горения? Только дрова и спичка. Итак, друзья, мы с вами выяснили, что есть печи, которые позволяют использовать как обычное колосниковое, привычное многим способ горения, так и подовое горение. Есть приверженцы и такого способа избавляться от дров. И есть определенные преимущества и того и другого, выбирать вам. Но есть печи, которые позволяют делать это и так, и так. Это печи производства компании Прометал. Вся линейка печей от маленькой бахтинки, самой популярной чугунной печи в России, не побоюсь этого слова, бахта. И большой печи-камина Маэстро. Если у вас остались вопросы по способам горения, обязательно напишите нас в комментариях. Либо, если вы хотите узнать что-то об особенностях эксплуатации печей в компании Прометал, тоже задавайте вопросы. Обязательно передадим их Андрею и постараемся получить ответ на эти вопросы. Ну и также не забывайте подписываться на наш канал и почаще загадить на сайт fornax.ru и в магазины сети Fornax в городе Новосибирске. Все эти печи, которые вы видели в нашем ролике, представлены в наших торговых точках. Ну а мы с вами прощаемся. Андрей, спасибо. Очень интересно. Счастливо. Приезжайте еще. Продолжение следует...